Что-то больно много стратегий Сейчас мы еще ближе познакомимся с этим проектом и однозначно решим, стоит ли его покупать или пусть он навеки сгинет в аду для отстойных компьютерных игр, которые мечтают украсть наше время. Итак, помните размах старушки Супримы? Огромные территории, небывалая эпичность для подобного рода игр, настоящая глобальная стратегия, которая за несколько секунд могла превратиться в РТС и вновь стать чем-то вроде Panzer General в реальном времени. А теперь пристальнее посмотрите на здешний размах. Или нет, какое бы слово подобрать, противоположное? Малмах? Недомах? Крохотенность? В общем, многие карты из кампании второй части так малы, что легко бы перешли в пользование какой-нибудь StarCraft. И это при том, что разработчики по-прежнему пытаются позиционировать свою игру как глобальную. Тут все тактики надо строить на долгом развитии, на войне на многих фронтах, на массовых баталиях, а ничего из этого попросту не работает. В первых миссиях все очень тупо и интуитивно. Можно быстро наклепать сотню самолетов и этой армией победить. Или как во второй кампании, где нам почти строить ничего не надо. Как в обычных РТС. Сражаемся, отводим войска, пускаем вперед, микроконтролим. И это черт побери в игре, которая живет совсем в другом жанре. Это как в Modern Warfare 2 умную паузу сделать, дабы вы могли выбрать порядок действий, посмотреть где находится враг, а потом отдать команду и пойти пить чай. Было бы это весело? Да нет, скука смертная и полный абсурд. А вот Gas Powered Games почему-то считают иначе. Впрочем, это не единственная беда, которая поджидает нас в игре. Есть здесь еще и куча всякого раза всякого. Чего стоит хотя бы нынешняя стилистика Супримы? Вы давно не играли в пластмассовых солдатиков? Так вот теперь вспомните старое занятие. Вот это не роботы, не танки и не самолеты, а какая-то братья из магазина Детский мир, которая внезапно решила надрать друг другу пластиковые задницы. В общем, если есть игра, компания которой только разочаровывает и заставляет плакать, то она перед вами. Бредовый сюжет, какие-то неприятные миссии. Да, порой они увлекательны, но это редкость, да и то не должны они так выглядеть. Это ведь не РТС. Ну и стилистика тоже опечатлительная. Так что, отправляем проект в мусорку и начинаем смеяться над ним? Пока что нет. Лучше сначала заглянем в сетевой режим. Только не будем выбирать карты для битв один на один. Они опять-таки маленькие и подходят для РТС, а не для глобальных стратегий. А вот бои 3 на 3 и 4 на 4 уже выглядят гораздо лучше. Наконец-таки Супрем Команда 2 возвращается к истокам. Здесь появляется смесь глобальных поединков с микроменеджментом и командным взаимодействием. Причем выглядит все это реально здорово. Ну и плюс многие фишки, которые сделали игру динамичнее, здесь как раз смотрятся довольно интересно. Дерево развития позволяет выйти именно в те войска, которые вам нужны. Можно специализироваться на флоте и с его помощью помогать союзникам. Или сделать упор на технику и уже ей атаковать злопыхателей. Впрочем, все это далеко не самое главное. А что главное? А главное то, что здесь есть дух настоящей Супримы. И по сети игра действительно очень весело. Давайте просто минутку посмотрим на битвы, да под хорошую музыку. Супримы. 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 И снова послесловие. Недавно на Лурке, для тех кто не в курсе, сайт по типу Википедии только обо всем, что связано с интернетом и жизнью в нем. В общем на Лурке появилась статья о СтопГейме. Сложно поверить, но ее писали не мы. Кто же? Вы наши дорогие читатели и зрители. И знаете, мы вам благодарны. Очень уж приятно было найти этот материал. Да, там есть критика, но и она, как говорят на все том же Лурке, доставляет. Побольше пишите нам, отмечайтесь в комментариях, говорите, что нравится, а что нет. Мы с удовольствием просматриваем все отзывы сразу после публикации статей и роликов. Так что я от всего портала еще раз говорю вам спасибо и желаю удачи. Не осуждай, вот стульчик ты все выпил. Че еще за дела? Говорил тебе, надо оптоволокно. Че я настрою. Давно пора бы. Говорит, сети нету. Ты швабры провода не задевала? Нет. Да. Я тоже. Да вот. Да что ж ты будешь делать-то? Эй! Замеков и осторожных отсылок мы навестили в тюремные камеры Американской военной академии. В завершении же выпуска вас ждет штабный разбор полетов. Наши ответы на ваши нескромные вопросы. А может так и задумать. Как многие из вас могли заметить, мы пристально наблюдаем за судьбой Fallout Online и эпичным конфликтом Interplay и Bethesda. Вот и сегодня предлагаем вам на занятие Все стоишь, неси вовгон. Пока горячие точки. Interplay внезапно взяла и официально...